Пошутил на миллионный штраф и тюремный срок. Сегодня утром в 9.45 на телефон полиции 02 позвонил неизвестный и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Вместе с представителями спецслужб на вокзал выехала и наша съемочная группа. Вокзал объект стратегический. Информацию о минировании силовики восприняли всерьез. Сотни пассажиров было немедленно эвакуировано, выставлено оцепление и даже изменено расписание движения поездов. Необходимо сделать акцент именно на мусорные баки, находящиеся в зоне железнодорожных вокзалов и при вокзальной площади. Значит, незамедлительно были подняты все службы. Тем временем в Оренбуржцы были вынуждены прогуливаться за пределами при вокзальной площади. Звонки о минировании в последнее время стали настолько частыми, что люди уже потеряли страх и терпение. Нет, не пускай. Не страшно? Нет. Не, чего же нам бояться? На вокзал приехали спасатели, медики, ФСБ. Полицейские саперы с собаками обследовали вокзал и прилегающую площадь, но никакого взрывного устройства так и не нашли. А вот телефонного террориста все же установили. По горячим следам здесь получилось задержать данного гражданина, который совершил этот звонок. В настоящий момент он находится в правоохранительных органах и дает объяснение. Устанавливается личность, выясняются все обстоятельства. Звонившим оказался мужчина в возрасте около 50 лет. По данным полицейских, он проходил лечение в одной из психоневрологических клиник. Если его вина и вменяемость будут установлены, мужчине грозит крупный штраф, компенсация понесенных спецслужбами затрат и лишение свободы сроком до трех лет. Александр Криволапов, Петр Рукин, Орент, ОВН. Борьба с несуществующими взрывными устройствами проводится с периодичностью раз в неделю. В минувший четверг эвакуация проводилась в Оренбургском офисе Ростелекома. Тогда стражи порядка напугали оставленные на улице коробки с Wi-Fi роутерами.